Здравствуйте, я Владимир Якуба, нахожусь сейчас на берегу реки Омь. Сейчас конец мая, и вы можете обратить внимание, как сильно затопило Омь и Иртыш, что вот эта даже проезжая часть, на которой раньше двигались автомобили, стала тоже частью реки. А я хотел бы сейчас поговорить о карьере и о том, какова цена бездействия. То есть, или оставаться на нелюбимой работе, классическая дилемма, или же рискнуть и уйти куда-либо. Оставаться или действовать? Какая цена бездействия? Я в свое время прошел такое некое испытание стабильностью, с которым многие встречались. Ведь если выходные, то вот так же можно отдыхать, веселиться, как кататься на велосипедах. Кстати, сегодня суббота. Но вот когда наступает понедельник 9.30, то ты идешь на не особенно любимую работу и не особенно получаешь какое-то удовольствие. Да никакого не получаешь. Просто зарабатываешь стабильно деньги. Вот почему я нахожусь здесь, на берегу воды, а вот за моей спиной мост. Если вы трудитесь в компании и вас не устраивает ваша текущая работа, то нужно вот такие же мосты строить потихонечку. Расскажу как. Вариантов как минимум три. Первое. Вы работаете в компании и параллельно начинаете исследовать те компетенции, которые вам нужны для того, чтобы вас приняли в другую организацию. Для того, чтобы вы стали более востребованными на рынке труда. Для этого я бы вам рекомендовал еще раз, первое, это получить какой-нибудь диплом, сертификат, один-двухдневный. Например, вы занимались продажами, получить сертификат в маркетинге, чтобы претендовать на должность специалиста по маркетингу. Или вы хотели дизайном себя заниматься, вы работаете инженером главным. Тогда получите диплом по дизайну. Делайте последовательные правильные действия. Один-два дня устроит для строчки в резюме. Второе. Получайте опыт, даже краткосрочный. Устраивайтесь поудобнее, временно, в достойных компаниях. То есть, вы звоните напрямую по тем вакансиям, по которым вы вообще не подходите, но вам они интересны. И говорите, да, меня зовут Владимир Якуба, или там, меня зовут Владимир Иванов. Я хотел бы работать в вашей компании, у меня есть не очень интересное резюме. Однако, мне очень нравится ваша сфера деятельности. Скажите, могу ли я попробовать, скажем так, в качестве стажировки, буквально 2-3 дня. Если я вам не понравлюсь, ну, примем какое-то другое решение. Если я понравлюсь, то или примите меня на работу, или отправите меня в освояйся с рекомендательным письмом. Меня устроит этот другой вариант. И вас действительно это устроит. Потому что тогда у вас в строчках резюме начнут появляться правильные должности. Пусть даже трех дней, недели, месяца, сколько угодно. Главное, чтобы вы чуть-чуть в этом стали разбираться. Итак, первое образование, второе немного пробовать. И, наконец, третье – это предпринимательская сфера. Если вы по-настоящему всем сердцем ощущаете, что вам нравится эта сфера деятельности, если вы хотите трудиться в конкретной сфере, то тогда стройте теплоходик, который отвезет вас туда, куда вы хотите. Это будет сложно. Может быть, даже слишком сложно. Может быть, даже и рисков слишком много, и вы будете задавать себе вопрос, а стоит ли. И взвешивайте сами. Но третий путь может вам помочь решить все ваши заботы. Делайте последовательные действия. Начинайте с первого, двигайтесь по второму. И, может быть, третье предпринимательство вас зарядит на создание теплохода или покупку теплохода по франшизе. Кстати, франшиза Tom Hunt продается. Но это в порядке рекламы. Я Владимир Яков. Если это видео было вам полезно, то жмите лайк, подписывайтесь на мой канал. Я руководитель компании Tom Hunt и бизнес-тренер. Пишите комментарии, кстати. Интересно ваше мнение. Стоит ли делать шаг и уходить с нелюбимой, но стабильной работы? Думайте и действуйте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!